Друзья мои, сегодня я обращаюсь не только к вам, уважаемые земляки, но и ко всем своим коллегам, мэрам, лидерам территориальных громад, политикам, которым не безразлична судьба и городов, и государства в целом. Наша новая реальность такова, что все то, что раньше заставляло спорить нас до хрепоты, ушло на второй план. Русскоязычные и украиномовные, сторонники Евросоюза и НАТО, и те, кто смотрит на восток, прихожане Киевского и Московского патриархатов, сторонники и противники Майдана, мусульмане и евреи, азербайджанцы и армяне, бедные и богатые, перед лицом смертельной болезни равны теперь все. В хаосе эпидемии деньги, должности, статус и влияние превратились в пустой звук. Злая ирония в том, что сейчас все те, кто долгие десятилетия тянул из нашей прекрасной страны ресурсы, строил в ущерб Украине свой бизнес и карьеру, после закрытия границ оказались заперты в стенах собственного детища. Чему 21 века не пересидеть в своем загородном доме, а раскупленные аппараты ИВЛ не позволят состоятельным хозяевам прожить и 24 часа вне стационара. Единственным местом, где и топ-чиновники, и простые люди могут спасти свою жизнь, стали наши отечественные больницы. Но пока в одни инфекционки присылают неработающие ИВЛы, а в других наспех строят вип-палаты, основная проблема остается нерешенной. У власти в стране нет иммунитета к сложным вызовам. Сейчас мы наблюдаем судорожные попытки спасти ситуацию, но пришедшая эпидемия – это наша общая беда. Я обращаюсь к правительству, к центральной власти. Местное самоуправление готово поддерживать эту борьбу, но вы должны с нами советоваться, прислушиваться к нам, потому что именно города стоят на передовой борьбы со смертельным вирусом. Города берут на себя расходы по обеспечению больниц, закупают топливо для спецтранспорта, платят зарплаты докторам, ищут средства на оплату нянь для детей своих медиков, полицейских и спасателей. Но мы как будто находимся на разных планетах. Особенно если речь идет о финансировании борьбы с эпидемией. Из кабинетов на Банковой или на Грушевского, и из маленькой мэрии районного центра картина мира выглядит совсем по-разному. Запомните, местное самоуправление – это не привилегия, дарованная органами центральной власти, а неотъемлемое право граждан. Жители украинских громад должны получить реальные, а не фиктивные права, распоряжаться своими деньгами и обустраивать свою жизнь так, как они сами хотят, а не по приказам из столицы. Парадокс заключается в том, что сегодняшняя моновласть должна понять, что ей тоже выгодно сильное и развитое местное самоуправление. Это спасение для президента и его команды. Они сегодня получили свое управление колос на глиняных ногах, который вот-вот может завалиться. Делегировав полноводчия в регионы, у них появится шанс значительно увеличить управляемость государства. Сильное местное самоуправление может спасти страну в сложное время и стать залогом успеха ее будущего развития. Мы все должны начать строить нашу страну с нуля. И даже в 2014 году, после гор трупов и тон пролитой крови, нам не удалось стать единой страной. Но, возможно, у нас остался единственный шанс сделать это сейчас. Практически каждый день я общаюсь с десятком своих коллег из разных городов. Мы морально поддерживаем друг друга, согласовываем свои действия и ищем пути решения общих проблем. Трагический опыт китайского Уханя и итальянской Ломбардии показывает, что, как правило, хуже всего там, где рвануло первым. Трагедия может повториться и у нас в Черновицкой области. Дай бог, чтобы я ошибался и этот прогноз оказался ложным. Но у нас нет морального права молчать. Мы не можем закрыться каждый в своих городах, построить вокруг них стену, выкопать ров и ждать, пока все закончится. Я попросил о поддержке черновцам своих коллег в Виннице и в Одессе. И Сергей Маргунов и Геннадий Труханов, разные мэры разных городов сказали, что готовы помочь. На днях Днепр передал черновцам машину скорой помощи. Друзья мои, коллеги, мэры, присоединяйтесь и вы. Будем помогать друг другу, быть вместе в беде и в радости. Мы сильны в тот момент, когда протягиваем руку тем, кто нуждается больше других. Когда готовы стоять друг за другом, несмотря ни на что. И если центральная власть и сейчас нас не услышит, то мэры украинских городов будут слышать друг друга всегда. Я обращаюсь ко всем коллегам, лидерам местного самоуправления. У нас нет другого пути. Мы должны стать единым целым, стать монолитным движением и вместе преодолевать все трудности. Присоединяйтесь. Мы должны сплотиться личным примером, как региональные лидеры, показать всем нашим согражданам, что у нас больше общего, чем разного. Нам нечего делить. Отбросив все наши споры, мы обязаны дать людям безопасность, достаток и справедливость. Давайте строить страну, нашу общую страну. Потому что у нас одна беда и одна судьба. Одна страна и один народ.